сегодня у нас продолжаем говорить с вами о канах план на сегодняшний семинар следующий вообще цель нашего сегодняшнего занятия по крайней первой ее части это рассмотреть если штейнганы они у вас в принципе есть ваши домашки вот мы на них на некоторых особенностях посмотрим при этом мы начнем все равно свои навык она и вы просто зачем мы его еще раз посмотрим ну чтобы некоторым другим образом сеть как с теоретически так с практической точки зрения значит потом мы с вами перейдем к ну просто обсудим к на пике не бывают очень кратко как обучать на практике посмотрим некоторую презентацию которую раньше в лекциях романа но она перекочевала семинары просто как так очень очень кратенько как вся эта область развивалась но в течение последних скольких лет может быть это не самая свежая презентация припятили тем не менее а потом крайне настолько насколько насыпается время мы не с вами обсудим реализацию ставил к на такого наверное в свое время бывшего дававшего 100 результаты на задачи генерации лиц с тех пор понятно появились во первых другие более продвинутые версии того что стоял к на 2 2 3 обсудим но вообще сейчас наверное задача генерации чего не путина все таки честь убивать соту на таких задачах принадлежит диффузионка давайте порядку мы с вами а а вот так и поводу там зубы что можете отключить мария жаст а все спасибо если у вас есть вопросы вы конечно давайте пусть и чтобы на фоне ничего не отлично ну мы с вами будем в этом ноутбуке рассматривать ту же самую задачу которую мы рассматривали на закончили смотрение которые на предыдущем сценарии то есть вот такой вот задачи генерации таких сложных но не сложных но по крайней мере мультимодальных 2дд есть некоторые функции которые часть которых просто подгружались утилит тем более что это уже присутствует в будущем семинаре я вам просто напомню что ганабжекте вот такой как вы его видели на лекциях вот мы сейчас с вами посмотрим на этот ганабжекте немножко с такой точки зрения а именно давайте вообще обсудим каким образом можно предлагать новые ганабжекте вот в одной из ставить общую задачу непонятно там есть какие-то варианты с и обычный к вот мы посмотрим как это у нас не слышно очень сильные помехи вот такой дабжекте смотрим в чем он заключается чем заключается как выглядит лосс функция она выглядит следующим образом у нас есть некоторая функция f которую мы выбрали эта функция она из r r понятное дело потому что наш дискриминатор который дискутер вот это потенциал который все-таки выдает скалярные значения вот и мы будем с вами рассматривать объекты под состоящий из двух частей потом от ожидания по данным и от ожидания распределения которые инвестирует генератор генератор это какая-то понятно она параметризует распределение которое мы хотим с помощью как пуш-форвард то что вы думаю помните из семинара по организационным потоком который был полгода назад несколько месяцев назад вот при этом вот эти генераторы они на самом деле могут быть браться не просто произвольными а из какого-нибудь класс то есть нет нет генератор просто просто произвольно параметрические модели извиняюсь а вот дискриминатор то есть то что применяется к сэмплу соответственно есть нам не сгенерировано он может браться непроизвольным а мы можем фиксировать некоторый класс некоторые ограниченное семейство функционалов ну вот например скринатор из какого-то класса f красивая вот в частности вот если мы с вами рассмотрим вот эту вот функцию f который фигурирует как просто и пенсии функцию тогда такой вот объектив просто поставим сюда это будет то что называется интеграл проводить метрик а именно метрика заданная вот таким вот образом здесь супремом берется не по всем функциям а по какому-то ограниченному классу вот в частности если вы рассмотрите и вот будете брать качестве я в красивую 1 лепшицева функции это у вас получится 8 на 1 расстояние но в принципе можно брать другие классы функций и на самом деле оказывается что некоторые популярные расстояния на множестве вероятностных мер они могут быть таким вот образом описаны то есть вы берете фиксируете какой-то класс и оказывается что в супремом это есть некоторое расстояние в множестве вероятностных мер классический например максимум дискрепансий там качестве я берутся что-то связано с ядрами это ядерное отображение вот но не только можете посмотреть эту статью если вам нужны какие-то детали есть интересно вот значит наша же сейчас задача посмотреть как с помощью вот такого вот общего объектива можно описать обычный ванильника ну вот оказывается что если мы рассмотрим с вами и который равен такому выражение то у нас получится как раз обычный ганг вот давайте проверим значит вот у нас с функцией для обычного камня на самом деле это функция это не что иное как софт плюс вот давайте посмотрим что происходит когда вы например просто поставили ставим в жениру и Давайте сразу минус внесем под логарифм. Что вот здесь написано? Здесь на самом деле написано логарифм под сигмоиды. Здесь на самом деле написано логарифм. Здесь мы пользуемся свойством тем, что единица... Свойство функции сигмоида. Вот минус x, одна единица минус сигмоид от x. То есть здесь будет как раз точность логарифма, единица минус сигмоид от x. Вот. То есть мы видим, что мы получили такой же лоз с точностью до вот этой сигмоиды. Ну а если вы помните, что когда мы реализовывали с вами дискриминатор, у нас дискриминатор как выглядел? У нас это была обычная MLP, и в конце мы применяли сигмоиды для того, чтобы отобразить в отрезок 0.1. В данном случае мы просто говорим, что дискриминатор это та же MLP, только без сигмоида. А сигмоид мы вот таким вот образом, явным образом этим лозом и записали. Вот. И, значит, с практической точки зрения, то есть вот, да, мне кажется, это записано, что ваш дискриминатор это не обязательно, что отображение вероятности, а оно произвольное. Просто это отображение вероятности, оно явно дописывается после вот этим вот лозом. Вот. И давайте вот с точки зрения того, что мы сейчас обсудили, выпишем лоз, ну лоз-функцию вот именно практическую, то есть то, что вы будете оптимизировать на практике. Если вы параметризуете дискриминатор, никак, как произвольно просто MLP, которая выдает какой-то скалярный аутбук. Ну, я сейчас не буду это проверять. Давайте проверить сами то, что, ну, тут надо просто взять и подставить. То есть, точнее, здесь надо просто вот заместить, что вот имеет место вот это равенство, и что мы можем, то есть вот эта функция f, это, по сути, сегмоиды, ну там с какими-то плюсами и минусами. И используя этот факт, можно получить, что лоз записывается. А для генератора лоз записывается вот таким образом. Здесь, правда, единственный момент, что мы здесь использовали как раз non-saturating gun loss. То есть, мы переписали с вами не максимизацию, не минимизацию по генератору, а максимизацию по генератору, но вот второго дожидания, в котором не логарифм единственный дискриминатор, а просто логарифм дискриминатора. Вот. А тут есть вопросы? Верите вот в эти формулиры. Пока вопросов нет. Если что, я думаю, по самому изначально, ну, самой начальной постановке. А зачем? Да, да, да. Засматривать функции f. У нас же есть, ну, как бы, постановка, которая была, можно сказать, выведена на лекции, про то, что, ну, про Дженсен Шенон дивергенцию. Ну, в частности, на самом деле, Дженсен Шенон дивергенция тоже может быть, сейчас, Дженсен Шенон дивергенция, я понял. Ну, смотрите, есть разные ганы. То есть есть Вассерштейн ганы. И если у нас функция это identity, а ваши дискриминаторы, ну, они ограничены на один лепшицевость, то вот этот вот объектив становится обычным ганглосом. То есть эта формула нужна для того, чтобы описать, ну, наверное, практически все существующие ганы. То есть таким образом можно создавать ганы. Вот зачем я ее привел. То есть это просто интересный факт. По крайней мере, не знаю, существующие, кажется, что можно так представить. Наверное, можно привыкнуть какой-нибудь ганг, который так не представляется. Но вот принципиально, что все разумные ганы, они вот так представляются. Я ответил на вопрос или у вас о чем-то другом был вопрос? Да, ответили, спасибо. Да, ну, давайте вот немножко изменим код, который мы писали на семинаре. Просто почему я все это говорю? Потому что, ну, по практической реализации вы можете увидеть, что обычным ганглосом называют что-то, где используется soft+, и вас это может смутить. А здесь просто это действительно популярная перепараметризация, переосмысление обычного гана обычно оптимизирует именно вот эти объективы, которые именно так и выглядят. Давайте посмотрим. Здесь что я делаю? Ну, поликонект МЛП это просто МЛП, ну, понятно. И в качестве генератора и дискриматора я беру обычную МЛП, ну, только генератор добавляю метод эксцентрирования, ну, фиксированного размера. Ну, дискриминатор у меня должен будет быть, вводить скалярную величину, но я это, когда я буду создавать уже МЛП дискриминатор, я это тебе укажу. Хорошо. Встречали? Встречали. Вот. Теперь давайте писать лос-функцию. Не лос-функцию, а функцию обучения. Значит, здесь мы с вами создаем оптимайзеры. Я тут, кстати, хочу обратить ваше внимание вообще на тоже такой практический совет, когда вы обучаете ваши экраны и вообще, когда вы обучаете что-то, что адверсиальное, то есть где есть какая-то WinMax игра, стоит либо рассматривать адам-оптимайзер, в котором бета 1 равное нулю, ну, либо использовать сразу RMS-проб, который, по сути, адам, но только вот с бетой 1 равный нулю. Ну, это связано с тем, что вот эти все умные оптимизаторы, они там некоторый моментом, ну, моментом определенно накапливают, а когда у вас адверсиальное обучение, вы пообучали какую-то модель вашим адам-оптимайзерам, потом пообучали вторую модель, с которой текущие соревновались. И, соответственно, когда вы опять вернетесь к обучению исходной вашей модели, модель 1, то вот все вот эти накопленные моментомы, они станут неувалидными, они вам будут, возможно, просто испортят ваше обучение из-за того, что они вас будут тянуть в одну сторону, а обученная модель 2, counterpart 1 модели, то есть с кем 1 соревнуются, она уже будет требовать направления какого-то другого. Ну, и лично я сталкивался на практике с такими феноменами, когда обычный адам берет и делает ваше обучение сильно нестабильным. Поэтому имейте это в виду. Хорошо, это мы обсудили. Значит, не тут все стандартно. Так, а я уже все реализовал за вас. А, да, кстати, у меня был семинар на коллабе, что-то я забыл про это сказать. Ладно, я что-то все немножко приболел, поэтому не буду знать. Вот я сейчас все накосячу. Значит, ну что мы здесь делаем? Вот здесь стандартный нос нашего дискорбинатора, ну, точнее, не стандартный, а вот именно тот, который я здесь представлю. То есть вот у нас есть фейтовые данные с генератором и реальные данные. Вы пропускаете через дискорбинатор, он вам вернул некоторые споры. Эти величины совершенно… ну, они это просто действительно число хотим. Они имеют отрезку 0.1, я это еще раз подчеркиваю. Просто при принятии дальше софт плюс. Вот. Ну и ваш лосс – это просто сумма этих средних софт плюсов. Ну, как обучается генератор, еще раз подчеркну, это именно нон-суту-рейтинг лосс. Все. Там происходит замена, не на массу задачу, соответствующую замену единицы минус дискорбинатора, она просто дискорбинатор. Ну, тут все тоже стандартно, очень нестандартно, так как написано здесь. Сгенегировали фейковые данные, посчитали споры, вычислили софт плюсы минус фейк-споров. Все, все довольны. Давайте еще раз вспомним про проблему. Ладно, не будем вспоминать про проблему от коллапса. Просто еще раз скажу, что когда у вас… Если вы сделаете маленькое число, большое число шипов критика, то есть дискриминатора, то у вас возникнут как раз проблемы, которые показаны на этой рисунке, на этом рисунке, что у вас на начальном этапе обучения у вас распределение, которое генерирует ваш модель, действительно отличается от того, от истинного. Так, нет, вот это true. Итак, да, это generate pitch. Вот ваш критик, ну или дискорбинатор, что то же самое. Я их сейчас буду путать, потому что у нас тема про ганна. Ваш критик быстро выучил вот такую вот ступеньку. Ну, точнее, не ваш критик, а ваш критик выучил что-то другое. Вот именно в новой постановке ганна, но вот софт, как бы. И имплисит, я выучил именно вот такую вот разделяющую ступеньку. Вот и ваш… Либо вообще ничего не выучил, либо оно в какую-то одну моду попало, вот допустим, у нас бимодельное распределение, вот мы начали его хорошо генерировать. И мы довольны, больше нам ничего не надо. А вот если здесь делать в Маймпе число шагов критика, вот, я взял один, то вот эта ситуация, она как-то проскакивается. Видимо, генератор аккуратно следует распределению из криминатора, и все улучшается. Вот я к концу меня учил. Крайне веригидно, что моды покрываются аккуратно. Так. Значит, на этот такой обычный ганн закончили. На самом деле не закончили, потому что у нас еще будет сегодня стайл ганн, который ганн с всякими плюшками. Который вообще не обязательно обычный ганн, может быть он Мазерштейн ганн, мы сейчас все обсудим. Ну, перейдем к обсуждению о Мазерштейн ганна. Ну, как вы знаете из лекции, я вам сейчас напомню это, что Мазерштейн ганн для того, чтобы обучаться, я напоминаю, что он пытается максимизировать, по сути, интеграл, вот эту вот меру. Метрику Контерольчер-Манштейна давайте скажем. Вот как делает по функции лип. Один липшицева. Ну, у вас на лекции там было 1К. Здесь позволялось липшицева с константой К. Но я думаю, вы понимаете, что если вы все поделите на К, то у вас будет 1 липшицева. Ну, и здесь будет подождение, пи, дата, пи, 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 пи. Ну, и основная сложность в оптимизации вот такой штуки, это то, как заставить функции быть липшицевыми. В оригинальной статье авторы предложили просто сказать, что у нас все ограничено. Ну, у нас веса моделей, веса критика принадлежат компактному множеству. Ну, в этом случае, там, учитывая, что все активации непрерывные, и у нас там граничные, производные, там, можно вывести, что сама функция будет липшицева, ну, все параметрические семейства функций, она будет липшицева с какой-то константой, неважно какой, но нам, в принципе, не важно. То есть один липшицевый сможет снять на любую липшицевость. Главное, что нам надо было фиксирование. Вот. И алгоритм, который авторы используют для обучения, нужно здесь с выписом, ну, вот, лосс, который соответствует методике контроля Четвергенштейна. Вот, обратите внимание, здесь авторы используют, и мы спрога, не случайно, потому что все стабильно обучались, когда у вас нужных моментов вы не сохраняете. Ну, да. Насколько я помню, у нас второй момент, бета-2, который квадрат частной производной аккумулирует, он у нас не нулевой. Да, ну, я не... Мотивация та же самая сохранилась, но все-таки... Смотрите, практически, с практической точки зрения, обнарошено, что бета-2 не влияет на свойства сходимости. Теоретически я вам провалютировать это не готов. Хорошо. Ну, то есть, разумно используется RMS-проб. Кажется, с SGD будет хуже. То есть, таким ванильным SGD будет хуже. RMS-проб лучше. То есть, этот второй момент, действительно, он как-то, видимо, он там... Его имеет смысл сохранять по каким-то причинам. А вот первый, он сильно портит. Хорошо. Ну, да, все. Тут мы все увидели. Давайте... Поскольку у вас, кажется, нужно видосовать у вас в Осирштейнган ваши домашки, то я здесь просто покажу вам, как это все обучается. Буду репортировать все функции, можно ли, из файла, который я не вложил на GitHub. Вот. Значит, посмотрим, как он обучается на 10 эпохах. Ну, здесь понятно. 10 эпох, тут ничего быстро... Ну, ничего он сейчас не выучит, но видно, что нормы градиента вашего критика. Можно задать, возможно, глупый вопрос по клиппингу градиентов. С точки зрения компьютера, веса нашей модели всегда будут ограничены. Ну, то есть... У вас там пропало слово какое-то. А, да, хорошо. С точки зрения компьютера у нас веса, вообще говоря, ограничены всегда. Ну, там... Ну, это правда. И вот если бы мы не клипли никак градиенты, то формально, математически мы ничего не нарушаем. У нас, конечно, число шагов, апдейтов, весов наших. И наши веса всегда там будут чем-то ограничены, кажется. Да, но обратите внимание, какие константы, ну, какой range-констант используются для гиббинга. Они используются весьма маленькими. Вот. Ну, видимо, потому что, если действительно вы понадеетесь на экспонентов, да, то у вас ничего хорошего не будет, потому что, скорее всего, числа уровня 10 степень 150, это не то, что вы хотите. То есть, на практике используют достаточно маленькие значения клиппинга. Вот. И, скорее всего... Ну, в общем, понятно, да? Или... Да, там, кажется, у нас была какая-то табличка в зависимости вот этого коэффициента клиппинга. Только не помню, что от этого зависело. Возможно, как раз качество сэмплов получающихся. Ну, клиппы-то не очень... Вообще, я сразу скажу, что Вассерштейн-Ганн вот в таком вот виде, в котором он предложен в начальной статье, никто не использует. Это такая вещь, она просто фундаментальная. Ну, как бы это первая статья, которая предложила Ганна на основе метрика Вассерштейна. Поэтому как бы ее так разбираем, смотрим. На практике обычно люди используют Вассерштейн-Ганн с грейдинг-пеналцией, например. Ну, или, там, скатеральная нормализация, которыми сейчас тоже... Ну, по крайней мере, посмотрим, как это обучается. Ну, да, вот то, что я хотел сказать, что нормы, критика и дискриминатные, смотрится, то же самое, они не очень большие за счет этого клиппика. Можем, в принципе, увеличить в константу С, но не сильно. Если мы ее делаем очень большой, все, скорее всего, развалится. Так, давайте посмотрим на... Ну, я уж не буду сейчас запускать, это просто обучается там несколько минут. В принципе, недолго, ну, это 600 эпох. Посмотрим, как это все обучается. Ну, да. Вот, мы видим, что все сошлось. Видим, что... Но при этом обратите внимание, каковы вот эти нормы дискриминатора. Они очень вот такие вот угловатые. Это не случайно. Вот, давайте посмотрим на ту картинку, которая у вас, наверное, в лекции присутствовала. Давайте посмотрим распределение, вот, какие значения принимают гистограммы значений, параметры, гистограммы параметры вашей модели. Вот, то есть у нас был треш-холл параметр 0,05. Вот, и давайте вот просто смотрим все параметры, вот, строим гистограммы. И видим, что практически все параметры, они лежат, на самом деле, на границе вот того компакта, у которого вы ограничили эти параметры. То есть значения минус 1 и 1, ой, минус 0,05 и 0,05, они сильно превалируют в сравнении с оставшимся. Ну, и вот почему, в частности, нам здесь, кстати, нужно достаточно много шагов критика, ну, 5, на самом деле, немного. Вот почему, как бы, если мы запустим с одним шагом, вот мы здесь запустим, ну, не здесь с 5, вот здесь с одним шагом запустим, я вроде проверял бы, что ничего не сходится. Можете дома проверить, если здесь единицу, то ничего не сойдется, в отличие от Гана, ну, потому что, скорее всего, оптимизация, оптимизационная задача, когда вы постоянно проецируете веса на вашем многообразии, она не настолько хорошая, как какая-нибудь констрейнт-задача. Вот, то есть, что project и gradient descent, он в данном случае дает о себе знать. Ну, то есть, это мы и обсудили. И вот повторяем, мы сейчас читаем о NGP, посмотрев на эту картинку, ну, и, в принципе, эта картинка говорит, что, ну, что-то плохо, мы, как бы, у нас какие-то там непрерывные параметры должны быть, а у нас получается какая-то непонятная, непонятная, к чему сошлась, вот, сошлась ли вообще. Поэтому авторы другой статьи, тоже ставшей классической, наверное, генеративной модели, предложили такую gradient penalty нормализацию. Ну, что они сказали? На самом деле, вы это хорошо обсуждали, наверное, и на лекции, вот, и что-то мы обсудили с вами на прошлом семинаре, что предложили авторы. Ну, давайте сначала посмотрим на предложение, которое им сказали. Значит, пусть у нас есть два распределения, ну, компактно-метрическое пространство, вот, и пусть мы пытаемся решить найти арг-максимум, на котором достигается расстояние второй от Чурбенштейна. То есть, один пишет свою функцию, M со звездочкой, которая максимизирует этот объект. Ну, мы предполагаем, что она, допустим, существует, хотя это, конечно, но на самом деле она действительно существует. И пусть у нас есть оптимальный транспорт-петлан, вот, который минимизирует прямую задачу напомню, что это подставка двойственная, а есть и прямая задача, которую мы с вами хорошо обсуждали в прошлом семинаре. Вот, ну, и тогда утверждается, что на точках, просамплированных из оптимального транспортного плана предиент вот этого оптимального потенциала, он его норма единицы, и вообще они вот так вот выглядят. Он собирает все единицы. Это, на самом деле, это вот, если вы уже смотрели домашку, последнюю, вас это просят вывести, из того, на чем мы закончили предыдущий семинар. Вот, но вот акторы из этого утверждения, они делают такой вывод, что F-с звездочка имеет норму градиента 1 почти везде на вот таком вот произведении. на самом деле это немножко спекулятивный вывод, потому что, как вы помните, что если у вас есть два распределения, генератор, вы просто просамплировали две точки, соединили их, вот у вас здесь какая-то точка. это взяли. Ну, во-первых, она совершенно не обязана принадлежать оптимальному транспортному плану, который дан вот этими штуками. но в принципе возможно действительно есть какой-то какой-то набор точек здесь и здесь, которые действительно лежат в оптимальном транспортном плане, который как-то соединяет на отрезке из которых лежит вот эта точка. И в этом случае да, у нее градиент, норма градиента вашего оптимального за звездочка на этой точке будет равен единице, но при этом именно норма градиента. Направление градиента будет непонятно. Зависит от того, что это за точки вот этой вот. Ладно, мы не будем даваться в детали. Важно, что с практической точки зрения метод работает. Значит, так авторы предлагают оптимизировать. Ну, кстати, здесь обратите внимание, здесь бета-1 это не обязательно ноль, видимо, тут оптимизация какая-то стабильная. Может быть, бета-1 рам, кстати, да, в это один равно, так, что все нормально. Такс, нет никакого исключения. Значит, как авторы объектив реализуют? самое здесь интересное это то, как вычисляется норма претента. Для этого цемплируется какой-то вектор сгенированного распределения и из распределения данных из генированного распределения они соединяются, выбираются случайные точки на их отрезки, соединяющие сгенированные сэмплы и сэмпл данных. Там вычисляется гридент, и лидоволос пытаются перебить с кедимицей. Это такая регуляризация получается. так, посмотрим, как это работает. Подгрузил какую-то функцию, которую вам нужно домашнее вызывать. Не будем сейчас играться с маленьким числом опокусом. Сразу посмотрим, что будет когда эпох много. Вот видим, что норма градиента как-то пытается в среднем она единицы. Вот у нас наша модель сходится. И посмотрим на распределение весов. Но приобрело те свойства, которые на это уходим. То есть оно перестало концентрироваться на каком-то городнице какого-то компакта, оно стало что-то такое стандартное, нормальное. Не факт, что нормальное распределение, но что-то такое нормальное. Вот. это первый классический метод как обучать Вестейнган с Галитинг Пеналти. Давайте посмотрим на второй классический метод. На самом деле он вот эта спектральная организация, которую я сейчас буду говорить, она используется не только для Вестейнгантов, она используется для чего угодно, для любых Ганнах. Вообще такое общее замечание, что Ганна из коробки просто взял генератор и критик зачастую не сходятся, а вот как только какие-то регуляризации туда подкручиваешь, они начинают сходиться. Чтобы Ганна обучался, нужно какие-то регуляризации, которые как-то ограничивают множество тех функций, в котором вы максимизируете, минимизируете. Значит, эти инспекторальные нормализации, это взятка на самом деле из вашей домашки. Она основана на том, чтобы для весов брать и делить их на максимальное количество матрицей, которая является максимальным сингулярным числом. Я не помню, то ли сингулярным, то ли собственным числом этой матрицы. Наверное, сингулярным, потому что матрицы могут быть не квадратные, а сингулярным. существуют эффективные методы, которые вычисляют сингулярные числа максимальные. Самый классический и простой это power матрицы, отвечающие максимальным сингулярным числом. Это метод сходится там, потому что это линейная алгебра. Думаю, вы все знаете. Все тоже посмотрим, как это работает. Пропустим, смотрим, просто к чему случилось. Так и нет, мы тут играем. Здесь посмотрим. Это 600 эпох. Все параметры стандартные. Пять шагов критика, один шаг генератора. У нас еще сошлось. И распыление весов, но оно какое-то такое, конечно, может быть, мы слишком много операций power и метод делали. помню. Но у нас как-то не очень близко к нулю. Но тем не менее все случилось. Теперь давайте перейдем. Есть ли у вас вопросы по-домашей, которые про с шагов? Ну, пока нет. Ну, хорошо. Но если что, задавайте. Давайте перейдем к некоторому руководству. с моей стороны просто такой комментарий в общем что мы сейчас с вами взяли и посмотрели на обычный ганн, инобисярштейн ганн. Казалось бы, это какие-то две модели, которые там вообще разные метрики оптимизируют. На практике так уже никто не считает. люди вообще говорят о ганнах, как о моделях, в которых у вас есть генератор, дискриминатор, который каким-то образом, важно, каким, различает истинность мт. Азиньглера. Совершенно неважно, какую амтометику используют. У вас есть как бы две коробочки, две для того, чтобы получать разные модели ганнов, у вас как бы есть две принципиальные источники различности моделей. Первый источник это Лос. Какие тут могут быть варианты? Ванильный, Массерштейн, какой-нибудь F-дивергенция, Hinge, лосы, 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 Это лосы. А вторая коробочка это регулизаторы. Какие популярны? Спектр нормы. Градиент для лосы, лосы, лосы. Это не единственные варианты. И вы берете их как вы отсюда, отсюда и получаете вашу модель, которая на вашем датасете выбивает соту. Ну, уже не выбивает соту, по крайней мере, что-то разумное получается. Поэтому так много статей про Сштейн-ганы. Люди предлагают новые ган-лосы, люди предлагают новые лобилизаторы, люди там решают новые изотачи с помощью этих и тех же моделей, добавляя какие-нибудь цикл консистенции лосы, у вас там аппарат translation получился. Вот здесь у меня приведены некоторые популярные выборы для лосов. Обычный ванильный ган-лос. Вот так он выглядит. Ну, даже ванильный ган-лос. Осерстейн-ган objective с соответствующей ну, там, сюда же сразу относим к отдельный метод, например, для лоски, как обычно для лоски. Ган с члендж-лосом. То есть, что это за сержкин-ган? Обратите внимание, вот здесь мы, по сути, явно выписали general objective для гана, только в качестве функции использовали именно хиндж-функцию. Вот такой вот. И получили какой-то ган-лос, который, в принципе, используется. Мы сейчас будем смотреть презентацию для больших моделей. ф-ган-лос, который вы уже обсудили на вашей лекции, должны были… Вот он так выглядит. Здесь t, ну, это, по сути, ваш критик. f со звездочкой, ну, это сопряженная фенфеля f-функции, которые используются в веб-дивергенции. Вот, давайте вопрос на понимание лекции. Вот здесь по какому параметру мы максимизируем, по какому минимизируем. У нас есть два параметра. омега параметра тэшки и тета параметра генератора. Насколько я помню, мы по t максимизировали, а по f минимизировали. Да, совершенно верно. То есть, почему вы, ну, понятно, это можете посмотреть на джейн у оскана, но почему вы максимизировали по тэшке? Именно потому, что вот у вас вы там показывали тот факт, что максимум по тэшке от давайте f это таблка, то есть максимум на самом этом параметре это нижняя вариационная оценка на f дивергенцию. от вашего истинного генерируемого распиления. Наверное, я вот не помню, как у меня аппаратки по тэшке нужно максимизировать по тэшке, ну, соответственно, мазировать F-дивергенцию. но и такой вот вопросик, не знаю, если хотите, просто попробуйте представить вот этот вот лосс F-gang как поймите, как подобрать вот эту функцию для которой F-ган лосс станет вот этим дженерал движение в угарном постановке. у меня-то вот это. у меня там F-н-ж зависит от того, что в коллизии короче обозначений неудачно сразу угарно F-1. вот это мы говорили про ган-гост и про регуляризацию. Ну, мы уже с вами упомянули веки на дуэкин пенонский утверждение ган-у, спектральная регуляция, которая используется где угодно для любых ган-у, люди не парятся насчет сертического основания, просто применяют и работают. Потом вот так называемый R-1, R-2, R-3 регуляризация, но самая популярная это R-1, R-2, на чем они основаны, это просто на самом деле очень похоже. Просто люди без какого-то теоретического обоснования, какие-то есть теоретические посылки в этих статьях, люди берут и добавляют к лоссу обучения дискриминатора, пенализуют градиент дискриминатора либо на истинных данных, либо на изгиневированных данных. Есть там разработаны всякие улучшенные техники для обучения ган-у, тоже можете посмотреть. Потом есть артигинальная регуляризация, которая берет веса и пытается как-то минимизировать фротению свою норму. по сути сделать матрицу V ортогональней, матрицу висок. Это все можете на практике пробовать. Давайте перейдем к презентации. Вот мы сейчас с вами посмотрели то, как разными способами мы можем ган-у обучать. Все это разнообразие проводило с неисторическим многообразием методом, используемым для много разных методов обучения ган-у. Различные ган-модели были предложены на основе различного выбора регуляризации, каких-то лоссов, каких-то дополнительных техник, которые там что-то улучшают. чуть-чуть посмотрим. Вот. Эволюция ган-ов по крайней мере такая очень краткая здесь представлена. Все началось с обычного статикла Руберфеллоу, стандартный ган-у. Потом предложили первый ган-с сверточным слоями, как это я не помню, что это такое. Прогрессив ган-у. картинка, мы его сейчас обсудим, ган-у, который сумеет генерирует изображение в хорошем качестве, по-моему, 512-512. Вот стайл ган-у. Вообще-то целое семейство методов, которая началась субтитрова. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Так, я сейчас откуда презентацию еще раз... и тогда презентации да видно это значит целое семейство методов которые начиная 2018 года старик является оригинальный стрелка там еще что какие-то артефакты там содержал люди там уже стали бороться с артефактами но не только с артефактами там еще с дополнительными хотелками которые связаны с тем чтобы ваш латентный вектор был не просто шумом представлял ваши данные можно было делать какие-то конкретные размерности латентного представления менять и получать какие-то ожидаемые изменения получаем эти картины это все было продолжено можно говорить что достаточно генерации лица высокого качества по сути решено наверное стоял ган возможно уже не является сотой сейчас появились диффузионки по крайней мере каких-то дженера попасть это сетах они получают лучшее качество про пролиться я точно не давайте обсуждать некоторые идеи которые появились в ходе этого эволюции первая идея которая на самом деле уже устарела потому что сейчас он сделал потенцию ганах не используют используют для того чтобы применить потенцию задачах изображения используют вижу трансформера которые там некоторые навыки с трансформерами для текстов используются но поменяются вот тем не менее вот какой милстон имеет смысл посмотреть на что вообще какая мотивация мотивация вообще оттеншина где бы то ни было это то чтобы покрыть глобальный контекст например вот если мы говорим об изображении ваши сверки они подрывают каждый сверточный слой по-моему делает предсказание но пикселя основываясь на таком локальном контексте этого изображения что у нас входит ядро и делать сказали если подачу честно том что мы целую предсказан целый вектор оттеншина то на что смотреть данного пикселя и там где на предсказание давайте я думаю может это все было да ну я имею ввиду знаете как оттеншина работает украшу а давайте просто на случай если прорежемся изображение у вас тут у вас есть макры пикфичи макры представления вашего изображения текущие на текущем слое вы создаете уверен и у меня но функции которые имея берут фичи вектор то есть вектор который имеет размер из канала и делают из него такие функции просто но потом и вы смотрите вот таким произведения у вас получилось от энджима по смесь размерности и на n где равна в наш ширина и высота произведения ну то есть когда каждого пикселя отвечайте на вопрос какова вероятность корреляции если угодно этого пикселя со всеми остальными пичи векторами мы говорим о пространственной размерности но потом вы нормализуете и ваш аутпут вам соответствующим образом применяют нашим карту то есть посмотрим как это на практике все работало вот как раз саган модель как раз и снова использует внутри себя саватеншин это на самом деле саватеншин до самого начала модели скандисканах вот но первая модель которая получилась только в 18 году вышла авторы как я уже говорил люди используют нормализации вот люди использовали данной модели спектральную нормализацию и получили какую-то разумную метрику у вас будет лекция метрики следующая кажется но вы уже там начали сейчас некоторые цифры которые покоят показывает насколько хорошо регулируете ваши ваши данные тесты для инцепшена the great is better для хитая the lower is better если мы посмотрим на картинке что здесь нарисовано здесь показано как где зажигает собственно ваша теношин здесь показано вот как в каком-то скрытом слое на что смотрят ваша модель когда она пытается что-то сделать с пикселем вот у вас есть красная точка большая на кою область нас может вот в случае рыбки мы видим что когда что-то танец сгенерировать носу на нос мы смотрим на всю рыбку вот лапка синие . вот мы смотрим на другие лапки это все очень разумно видим что визуально имеет смысл применять потому что модель не будет не скользит они просто пропускают давайте двигаемся дальше следующая моим стом бига что сделали авторы они взяли совета шинга на и просто увеличивая патчи и вот эти метрики фида инцепшена соответствующим образом улучшились все это говорит о чем о том что железо тоже ими решает просто увеличивая патч который размер бачан который используется при активизации вообще и к нам вы можете не халяву увеличить метрики потом где-то статье репортите дальше вот какие-то сэмплеем это всегда у вас статья программа она содержит примерно такие картинки может лучше может быть хуже 0 цента и второе интерполяции что что такое интерполяция у вас есть один за два какой-то вот я по пространстве вы смотрите что происходит это вы не комбинацию смотрим за два и вот по что эти мать от них реагирует ваш генератор теперь мы близко подходим мы вообще с вами будем разбирать ставил ган сейчас плавно выбираемся ставил ганом чем вообще проблема гана по крайней мере на классического гана на же самом канале что когда у вас носители ваших распределений сгенерируем истинного не отличаются то все можете кончиться плачевно ваш ган никуда не сойдется мере обычный классический ган при этом авторы но автор заметил что есть такая проблема вот и вторая проблема то что когда бачи маленький если почти большие то все хорошо когда маленькие почти что не стабильно обучается поэтому что предложили авторы сказали давайте все улучшить давайте рассмотрим схему рубрис игру в чем она заключается вот у вас есть исходные данные x data например это изображение лиц высокой размерности что сказали авторы давайте будем использовать методику раздеряй вас давайте возьмем методику экстату сначала сожмем это курс это был например 1024 1024 а это 44 ну вот у вас примерно такое произойдет изображение лица такое изображение лица станет вот таким давайте сначала обучим башка на таких лицах но скорее всего все хорошо сойдется вот теперь давайте возьмем и к вашим вашей модели генератору скринатору допилим дополнительно сэмплинг для генератор и даун сэмплинг там сэмплинг вот и дальше потом еще пропустим через еще несколько слоев например сверточных и получим уже изображение 8 на 8 теперь мы обучаем имея уже обученный генератор на изображение к 4 на 4 мы переходим к размерности 8 на 8 и по сути добавляем новые слои которые работают уже с размером 8 на 8 и до обучения при этом ну сейчас ну может быть сейчас может быть на следующем семинаре будем разбирать как делается в этот бесшовный переход между размерностью 4 и 8 то есть понятно что если вы возьмете обученный генератор дискриминатор на 4 на 4 и добавить вообще не обученные не обученные свои размеры которые работают с размерностью 8 на 8 вы скорее всего сразу испортите что-то но если вы конечно не фридите ваш 4 на 4 генератора но вот обычно никто ничего не фризит вся вот эта модель все веса и здесь и здесь не используется для обучения ну вот и там просто делается некоторый бесшовный переход то есть сначала некоторые параметры альфа которые регулируют сколько мы берем отсюда ну все увидите эта проблема решается таким образом слои в конце концов переходите к размере живая 1024 на 1024 вот такой вот получился пирога свекрова так есть вопросы здесь можно просто из получается что-то типа резинета хотя не совсем тут все-таки и размеры сменяется по-моему резонет резонет может быть изменяет пространство эти света количество сверточных слоев но все-таки нет это нельзя здесь нету например этих скип коннекшен я тогда вот я не понял вернее что что за альфа и что она контролирует а мы увидим то есть ну смотрите вы получили у вас есть генератор обычная 1 красивых 4 на 4 вас тут получился x-course хорошая для размяться 4 на 4 а теперь вот вы переходите к обучению попытки обучить ваш генератор изображениях 8 на 8 до выбирать и добавляйте сюда слой обцепленка да и пропускаете через новые свои сверточные вот если вы начнете так делать то будете обучать все веса вашей модели россии новые и старые у вас как бы может произойти что-то у вас произойдет получится может быть так чтобы зря это все обучали потому что на первых шагах нового обучения у вас разрушится то что вы здесь создали понятно да вот именно эта проблема да понятно вот поэтому надо что делать надо вот брать этот x-course плюс x fine и их смешивать с некоторый с некоторым коэффициентом альфа при этом эту альфу постепенно менять от езницы к нолику мы с вами это увидим вот идея такая она сейчас больше ничего не скажу а вот на практике мы видим как все делается в коде поэтому давайте дальше вот это то что предложили авторы прогресса гонгана и получили вот такие изображения теперь перейдем ставил к 2018 году это было высота метод генерации лиц 1024 1024 сейчас уже точно нет но поскольку он там самый простой по крайней зрении кисто алганов интересно можете посмотреть что там происходит на его примере просто посмотрим как люди получают реальные продакшен модели 2018 какой я была мотивация у людей которые пытались создать это какие-то финны из nvidia вот мотивация во первых мы используем прогрессивку ровинг если они строят свой метод на основе прогрессивку ровинг гана но они еще что-то дополнительное сказали не сказали что вот у нас есть патентный вектор z который там приходит из распределения pz мы в общем что хотим мы еще хотим чтобы у нас была контролируемая генерация лиц контролируемая генерация лиц то есть чтобы вот например мы фиксируем запитая какую-то компоненту ее там меняем и чтобы при этом у нас вот какой-то высокого уровня фича нашего изображения при этом на слинированном изображении на вот только она менялась все остальное и менялась такая уже все больше и больше гана хотим вот и это первое это вот контрол по специфе час вот мотивация мотивация это то что мы хотим не просто что вот у нас первая размерность это не знаю отвечает за то не знаю мужчина или женщина изображения 2 размерность каков у нее цвет волос на по поводу разного уровня фичей чтобы иметь вот я такое представление что некоторые фичи отвечает за курс левел некоторые некоторые латентные вектора отвечают за грубые высокоуровневые фичи его изображения например поза по из шеи там пол человека и средние среднего уровня ну например там ой какие волосы по стиль волос цвет волос и есть какие-то совсем по ингрейн фичи ну например который отвечает вопрос как устроен как там волосы лежат конкретно на голове в рамках одной прически вот такая мотивация давайте будем разбираться как они это достигли пока понятно так мотивация пока до первая идея первая идея это смотрите вот когда мы говорим о том что мы хотим чтобы наши фичи что у нас есть некоторое латентное представление которое отвечает за высокоуровневые фичи мы сталкиваемся с следующей проблемой посмотрим этот не квадратик на эту фигуру что она интересовывает давайте рассмотрим наше латентное пространство которое ну на самом деле выглядит вот так ну это каусяно потому что это один отец вот допустим посмотрим на какие-нибудь высокоуровневые фичи например здесь мы будем говорить о печати здесь у нас будет длинные волосы здесь короткие здесь мы расположим с вами женщин здесь мужчин теперь понятно что вообще говоря очень чаще всего короткие волосы почти всегда то есть вот такого латентное представление которое соответствует мужчинам в контексте длины волос она вот более такое вот узкое чем то же самое для женщин а вот вот эти вот наши эти вариантные смысле направления распределения нормальная и униформе распределение они такого свойства не удовлетворяют и из-за этого это мы будем просто обучать смотреть вашу модель по каким-то выбранным и смотреть что меняется на изображении при изменении одной координаты у нас вот все свойства как-то будут непонятно меняться понятно не получится сделать так чтобы на данном примере не получилось сделать так чтобы вот эти две два свойства они соответствовали друг другу вот поэтому что сказали авторы не сказали окей если распределение вот такое стандартно нормальное плохое ну давайте возьмем и добавим дополнительно полно связанную например сеточку которая нам будет из латентных векторов генировать то что мы будем называть вектором стиля именно его мы будем интерпретировать теплозвуки которые отвечают за вот конкретно высокоуровневые не спорные фичи нашем изображении именно его мы будем скармливать его наш нашу модель давайте теперь но говорю давайте на подпись все таки есть нас так да вот здесь как понятно здесь стоял ган который который статистически он сильно урезанный маленький но в общем то он основные особенности отражает практически все что вот люди во вторых даже для стаил ганна здесь реализована так это все вспомогательные функции вот это что она пилот она принимает вектор размерности совсем самая скрытая размерность которая приходит стандартно нормального и принимает размерность стилистического представления которое мы хотим описывать которое мы хотим описывать изображение которое мы именируем чаще всего за дима равно хидан дима хидан дима это размерность этого вектора он это ну и здесь просто тревушка это мы управляем я вы знаете что это такое так так это давайте сначала вторая идея это пропустим пока мы потом это придем вторая идея она очень простая в общем это просто то как авторы реализовывали они сказали у нас есть тут наш модель вот у нас есть вектор стиля который влияет на то как генерируется наше изображение но наша интерпретация вектор стиле но это нечто опосредованное это как ползунки вашей модели которые вы крутите и вот получаете что хотите там у вас там человек улыбается то ли не улыбается а все-таки стандартный парадигм парадигмах это он принимает какой-то все-таки шумный вектор Z источник шума и как это с ним работает вот авторы сказали да у нас будет некоторый код но он будет не шумный а это будет констант то есть генерация любого изображения начинается с некоторой обучаемой константы ну что ж имеет право скорее всего все не сильно меняется тем более что у нас все-таки будет вноситься шум и не только за счет вектор стиле мы это посмотрим вот здесь сказали что у нас есть константный код но все-таки вообще брать и вносить какую-то шум в вашу модель это всегда хорошая идея может быть может быть в очереди поэтому дифизионки так хорошо работают потому что они непрерывно выбирать шум короче в любом случае шум это хорошо поэтому давайте посмотрим что у нас у нас тензор с большим количеством каналов и с маленькой пространственной размерностью он преобразуется какими-то слоями там нелинейными сверточными в новый тензор у которого меньше число каналов и больше пространственной размерности и так далее и так вот так вот такая вообще общая гипотеза сверточных нейросит которые работают с ображениями это то что вот здесь вот этот вот тензор с большим числом c1 c2 с большим числом каналов он отвечает именно за сильно высокоуровневые фичи то есть пол человека не знаю поза и так далее чем меньше число каналов и чем больше странственная размерность то тем более пиксель вайс ваше свойство становится которое вы пытаетесь таким образом моделировать я думаю это факт эмпирический но вот например если вы рассмотрите как работает классификатор который по сути делает все то же самое только в обратном порядке они сначала углы на изображения выделяют а потом на более глубоких слоях у вас там какие-то фигуры там триугольники квадрат и так далее все это известно по крайней мере классификаторов а в обратную эту идею тоже люди активно пользуются не знаю насколько это практически теоретически провалюцированно важно именно поэтому чтобы разные уровни стахастики стахастик вносится на разных блоках различных блоках которые соответственно но но фичи разного уровня давайте реализуем все реализовано мы будем смотреть пока при этом как выносится шум шум генерируется размера по пространственным размерности вашего изображения то есть вы генерируете шум а потом домножаете на обучаемый параметр у которого размерность это число каналов то есть таким образом ваш шум он именно пиксельный один и тот же шум но с разными скейлами используется для каждого канала а при этом используется по пикселям с ну вот это тоже с той же логики которые здесь объясню логика такая же понятно почему четыре размерности первая размерность бач вторая канала последние две это пространственные ну и соответственно шум уже четыре размерности дальше переходим мы сейчас скоро завершим и не будем сего заканчивается алканом тем более что я плохо все чувства вот это пропустим сейчас так вот это вот к этому вернемся adaptive instance обсудим и закончим adaptive instance мы что сделали мы сейчас сказали вот с чего начинается генерация изображения она начинается константы еще обсудили с вами как сюда вот шум вносится но из причем и совершенно не обсудили а как вот этот вот вектор стиля W он в модель добавляется и авторы этой статьи использовали на самом деле очень популярную технику наверное не знаю первый или стоял гангер придумал но по крайней мере после них точно она активно использовалась это adaptive instance норм есть его аналоги более сложные но вот такой самый простецкий способ повлиять одной представлением на другое представление так как он работает у нас есть вектор стиля W он пока мы предлагаем что вот мы его один раз получили и на этапе генерации он один и тот же везде мы новые не создадим в этом какой-то размерности в чем мы делаем мы пропускаем его через просто линейный слой вот и получаем два вектора вектор сдвига и вектор масштаба и применяем его к нормализированному в ходу нашего слоя adaptive-instанс то есть вот у нас есть вот тензор вот пространственная размерность говальность что мы делаем мы делаем instance folder то нормализовыв Ihan по каналам то то есть вот нормализация на средняя по каналам и дисперсию а потом вместо вот этот нормализованный по каналам вход домножаем на вот эти вот с кейлы без вектора значит как это все интерпретировать сами интерпретировать из той же самой идеи то есть нарисована мы сказали что мы сказали что каналы это размерность которая отвечает за стиль таким образом что мы делаем вот поговорим у нас есть какой-то канал давайте этот канал рассматривать вот с такими значениями ползунков которые регулируют наш стиль в такой степени каждый канал будет представлен то есть если там это величина большая то у нас там соответствующее свойство будет представлена если лично маленькая она не будет представлена понятная идея это на самом деле конечно все очень эмпирические идеи но авторы много конечно махает руками но идей красивые и кажется работают и на у нас пришло что вот почему-то мы начинался ну ладно это просто вход нашим словам мы берем instance на применяем то есть усреднение по каналам а дальше у нас есть два обучаем ой все совсем у нас входной тензор и матч я смотрю на нет не знаю почему 1 тензор и матч вот мы принимаем instance на вот вот с таким числом каналов да извините а потом берем и отмножаем на вот эти вот сдвиги ys и yb в которой полученные афинным преобразованием из нашего вектора стиля понятно да понятно ну давайте это завершим и на следующем сценарии посмотрим как это прям отработает есть картинки так что это все не в стол посмотрим эти картинки сейчас завершим может ничего иван тоже если если вопросы может быть можно тоже быстро вопрос а почему я почему все-таки называли adaptive instance норм потому что вот это инстанс норм вот это это называется инстанс норм а здесь мы как бы адепте адапте в смысле вот этих вот векторов дополнительно которые влияют на полученные нормализации ну я так себе но как бы тот ответ который меня устроил может быть если прочитать статью на тете лучше шо пасим то есть это но но это но Продолжение следует...